Как всегда, по будням с утра пораньше программа «Новый день» спешит на помощь. Если столкнулись с какой-нибудь сложной ситуацией или вопросом, разрешение которых требует привлечения какого-нибудь эксперта или специалиста, но вы не знаете, кому обратиться, обращайтесь к нам, мы найдем нужных людей и вопросы передадим, обязательно добьемся ответа. Обращаться к нам можно по старым контактам. Телефон 263300, электронная почта утрособачкорефей.ру. Работают контакты эти в круглосуточном режиме, без праздников и выходных, поэтому смело обращайтесь, будем разбираться вместе. Итак, сейчас, когда в городе стараются использовать под строительство каждый клочок земли, у жителей возникают сомнения в правомерности застроек. И вот какое письмо к нам пришло от Людмилы Ивановны Прокопьевой. Ее интересует, на каком расстоянии от жилого дома можно что-нибудь строить? На этот вопрос мы попросили ответить Дмитрия Лапшина, первого заместителя начальника департамента градостроительства и архитектуры города Перми. Расстояние между зданиями определяется в зависимости от проектных решений в каждом конкретном случае отдельно. Но с учетом требований к инсоляции, освещенности помещений, противопожарных разрывов и проездов для пожарных машин. В связи со всеми этими элементами, ровно от того, какое здание, даже от какого по назначению, есть ли там окна или нет окон, расстояние могут быть равны нулю. Вот вы, наверное, себе представляете историческую часть улицы Сибирской. Какие там расстояния между зданиями? Никаких. Они построены вплотную.